После последних покатушек, когда на подготовленном Prado, ну скажем так, он меня немножко не впечатлил, когда мы ездили, я решил, что на каждый день такая подвеска и резина, они немножко не подходят, и поставил его временно, пока все это дело обратно снимать, поставлю на другую машину, и взял подменный автомобиль Mercedes GLE, трехлитровый дизель, прошитый, салон обещал, что здесь 330 лошадиных сил. Сейчас будет очень интересный тест, мы будем... О, это Геннадий, видели? А куда это он так полетел? Давайте-ка мы его догоним. Это тот самый Геннадий, только почему он едет по асфальту? Это же Audi у него. Вторая машина, по-моему, это Mercedes E-класса. Да, это Mercedes E-класса, где-то я его уже видел. Геннадий, как обычно, дымит, это его фирменный знак. Ни с одной, а с шестой его не перепутать. Абсолютно неожиданная встреча. Выехали просто покататься, посмотреть, что за машина. И тут Геннадий неожиданно решил выехать с грязи на асфальт. С грязи в князь. Из грязи в князь, да, неожиданно для всех. Ну, сейчас посмотрим, как его Audi справится с немецким конкурентом. Они, может, просто мерятся. Ну, скорее всего, они просто решили погоняться с двухлитровым Mercedes E-шкой. Но я думаю, что у E-шки, насколько по шильдикам, можно судить 220-й. То есть, шансов нет против Геннадьевича. Дэн сказал, что всех порвет сейчас. Супер мощная тачка с чипом. Дизельная. Да, Геннадьевичу просто жопа. Вот сейчас посмотрим, что он покажет. У нас 350 сил, кстати, на Mercedes. У тебя сколько? Там нету, а там все врет. Ну, давай, давай, позаезжаем, посмотрим. Заедешь с GLE-шкой с чипованной. Да сейчас. Давай. Сейчас давай с Мерсом сначала, пока они курят. Мне кажется, что Денис сегодня и тут сольет. Не только на Уф-Роуде. Реально, вот 200-ка уделал от МГЛЕ-шку? Ну, увидел, уехал. Мне кажется, у ГЛЕ вообще по сравнению с тобой нет даже шансов никаких. Ну, посмотрим. Я что-то решивался уже опять. Опять? Да. Какой пробег на сегодня? Да практически не ездит машина. Грязи нет, у Уф-Роуда не видела. Постепенно готовимся к продажам. Тамар пишет. Походу, карма Дэна преследует. Он снова проиграл, и у нас перезаезд. Это не честно, это был фальстарт. Какой фальстарт? Ворвом и стартану. Я кигаун не нажал, там машина ехала впереди. Давай. Ну, Денис, что, не это, не уходит, да? Нет, ну, я не вижу. Мне кажется нет. 350, да? 350, говорит, да. Или тот шилдик у него 350. Может, перепутал что-то. Очень тяжело стартует. Никак не успокоится, да? На третий раз пойдет. Слушай, либо у меня карма такая, либо он стартовал с двух педалей, он что-то дернулся прям. А ты что, не с двух? А я просто, я стартовал просто как самый обычный владелец автомобиля. Нажал газ в пол и поехал. Мне кажется, что его все-таки кинули, и никто ему ничего не шил на офделере. Хотя на офделере шито оно пошло. Нет, тебе срочно надо менять ротдеятельность. В офроводе не получается. На уличных гонках, ну, тоже как-то не заходят. Долби его. Может, не может. Ты правда в пол держишь? Да, сейчас в пол вообще. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Смешно, когда научился водить, да, уже? В 30 лет. Женом тебе чуть-чуть делал. Да, чуть-чуть делал. Так вот в нем сколько сил? 180, наверное. Да, ну, он и полегче, я думаю, он отдомал. Блин. Не, я сейчас не нажал две педали. Надо тренироваться. Отпусти его чуть-чуть, я не могу его снять полностью. Ха-ха-ха-ха. Так мы что, в сговоре, да? Читерок. Блин, ну это вообще реально позор. Это же самым самый слабый МРС Ешка. Сейчас Витек вас разнесет обоих. А Витек, скорее всего, да, уедет в космос. Он же еще опытный читер. Что в дело? Можете сейчас посмотрим. Мне кажется, я понял, в чем дело. Я еще честно не видел, но... По-моему, я догадался. Покажи этот переключатель. Просто покажи мне переключатель. Мощность идти уже? Да. Снимай, снимай, снимай. Я знаю, что это. Смотри, видишь вот этого человека? Это конь педальный. Он думал, что ему в Мерседесе зашили машину, а ему поставили педаль бокс, которая просто уменьшает отклик педали газа. То есть у него просто газ надо меньше нажимать, чтобы она сильнее поехала. Мощность стоковая полностью, дядя. Это типа, как у меня на Привусе поверн в бот режим, который чувствительность газа улучшает. Да, это он самый. Это у нас сегодня видос разоблачения дилера Мерседеса. Сколько денег заплатили? Не скажу. 2000 рублей на Алиэкспрессе. Когда я расскажу владельцу, он будет рыдать, рвать носил волосы. Честа отлично отработала. Она сделала, что он для лица попилел. Не, машина не моя как бы, но я думаю, что владелец немножко расстроится. Спасибо. Ты в спорте? Давай. Что это зло? Ну и как тебе после Ауди Мерседес? Не впечатлен. Это же слабая ешка. Так, с Геннадичем. Мы опять его дёрнули. Ну, он сейчас проедет, всё, проехал. На 70 мимо. Но он с газа едет. То ли с двух педалей без ланча. По-моему, он с двух педалей без ланча поехал. Извращается на коробку. Всё, смотри, порвали Геннадича, видел. Видел, как порвали Геннадича. На торможении? Ну да, он газ уже бросил. Ну, мне кажется, просто балуется старой. Ну, конечно, она без шансов вообще. Я понаглому нажал на другой сигнал, но это бессмысленно. Там ямут. Ну, машина возить свою попу просто кайфуя. У неё дико мягкая подвеска. Нереально мягкая подвеска. Она очень тихая, в принципе. Я не знаю, мне этот дизайн не очень нравится. Но, по крайней мере, тут стоят крутые дисплеи. По крайней мере, наконец-то хорошего качества. Потому что постоянно вот в вылоге садишься. Вроде дисплей, но качество как стетриса. Просто. Куда? Так что, не будем тест снимать твоего Мерседеса? Какого? Ну, ты же собирался тест сегодня снимать. Да, по-моему, это бессмысленно все понятно. Все предельно понятно. Да, и ясно. Ну, обычный, стандартный 3,5 литровый мотор дизель. Трехлитровый. Да, трехлитровый. С X6M поедешь. На заднем сидении, да. Без проблем. Вообще, я думаю, что, наверное, стоит мне присмотреться к какому-нибудь спортбайку на 1000 кубиков и попробовать там. Против Геннадича. Против Геннадича, да. Тогда я его точно сделаю. В следующей серии я обязательно заеду с X6M. Ждите. Посмотрим, что будет. Да. Что, да? Обманка педали. Там подключен педаль-бустер, обманка педали газа. Педали газоэлектронные. И есть такие блочки, которые улучшают, скажем так, отклик педали газа стоковой. Он такой дико тупорылый. И вот у них там есть несколько режимов еще более тупорылый. Такой уже получше. И типа имитация механической педали газа. Вот эту штуку сюда поставили. То есть толку от нее для разгона ровно ноль. Это просто для ощущений, скажем так. Для ощущений, да. Для ощущений, да. Того, что ты стал ехать лучше, но тебе только кажется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова